Приветствую вас, друзья, и сегодня мы с вами будем собирать идеальный компьютер. Мы находимся в моей профессиональной мастерской, и первое, что нам понадобится, это, конечно же, корпус. Он уже стоит у нас на столе, и немного железок. Совсем чуть-чуть. Итак, давайте начнем, я думаю, с платы, конечно же, с материнской платы. Устанавливаем ее вот сюда вот. Так, и теперь нужно ее, конечно же, зафиксировать. Но как-то сделать... А, кажется, нашел, друзья. Так, раз. Два. Блин, и это мне надо нащупывать? Ну-ка, сзади, может, видно? Да, так, наверное, попроще будет. Так, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Друзья, все, зафиксирована наша материнская плата, я надеюсь, да? Больше у нас не осталось болтов? Вроде как нет. Так, поворачиваем теперь. Вот так вот. И теперь, я думаю, надо установить... Я думаю, надо установить блок питания, друзья. Где он здесь находится? Хер его знает. А, вот. Да, вот он. Блок питания, 500 ватт всего лишь. Но этого с головой хватит нам. Так, далее, далее. Давайте начнем с установки процессора. Вот почему нет. Так, аккуратненько открываем крепежный механизм. Берем процессор. У нас он только один. Думми CPU. Что в переводе вроде как болванка или тренировочный, в общем. Тренировочный процессор у нас есть. Давайте, кстати, попробуем разглядеть, что на нем написано. Нет, не получится. Друзья, я лично ничего не вижу. Не могу разглядеть надписи. А бинокля у нас, к сожалению, никого нет. Тут вроде как можно другие комплектующие покупать. Вот, смотрите, здесь в сторонке у нас стоит компьютер. И есть магазинчик, где все похоже по одному баксу. Ну, в принципе, ничего удивительного, так как это только предварительная версия. Можно даже назвать ее демкой. И здесь доступен, по сути, только туториал для тренировок. Да, и здесь все то, что у нас есть, я так понимаю. Да, вот, смотрите, этот блок питания, который у нас был. Так, ну ладно, давайте продолжать. Нам понадобится, конечно же, термопаста. Вот здесь она находится. Один тюбик, я так полагаю, у нас есть. Аккуратно наносим. Эм, я только капнул, и все, а размазывать кто будет? У нас есть что-нибудь, чем размазать? Не похоже, друзья. Неужели не нужно размазывать? Просто так плюхнул и... Ну, давайте, закроем, окей. Закрываем. Устанавливаем кулер. Имеется у нас тут интеловский стоковый кулер. Давайте его вот так вот зафиксируем. Так, а теперь, ради интереса, давайте попробуем его убрать. Как-то сделать вот так вот, наверное. И посмотреть, насколько хорошо нанесена паста. Ну, что-то не особо. А пасты у нас больше нет? А, нет, смотрите, есть еще. А можем мы еще как-нибудь капнуть? Я бы на самом деле взял какую-нибудь карточку и, твою мать, и разровнял бы тоненьким слоем. Блин, я все испортил, похоже. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Ставим обратно процессор. Да, и теперь пасты вообще нет. Но у нас, к счастью, еще немножко осталось. А вот теперь... А, нет, до сих пор она осталась. Ну, видимо, у нас все-таки большой тюбик. Ну, окей, раз тут так работает. Хорошо. Это, конечно, не идеально, но... По крайней мере, какое-то время, наверное, процессор не будет перегреваться. Так, окей. Тогда устанавливаем обратно кулер. Так, его вроде как фиксировать никак не надо. Он сам уже все за нас сделал, да? Насколько я понимаю. Ну, будем надеяться, что да. Что я не ошибаюсь. Хотя... Ну, я ничего сделать не могу лично. Никак с крепежом взаимодействовать не могу. Так что... Ну, наверное, уже все готово. Так, давайте подумаем, что мы будем делать дальше. Ну, наверное, время устанавливать видеокарту и оперативную память. Давайте начнем с видеокарты. Тут у нас имеется GTX 680 от Asus. И свеженькая RX 480. Да, давайте Radeon, наверное, поставим. Так, вот сюда вот. Чтобы было удобно. И крепить, я, так понимаю, опять же, никак не нужно ее. Ну-ка. Ну, вроде как, нет. Будем надеяться, что это в итоге заработает. Вся наша машина. Так, далее. Ну, давайте, наверное, подключать уже к блоку питания. Или давайте установим сначала оперативную память. Так, вот у нас 4 платы есть. Так, открываем защелки. Аккуратненько вставляем оперативочку. И все автоматически защелкивается обратно. Теперь давайте все это дело запятаем. Так, сначала у нас идет видеокарта. Далее у нас идет материнская плата. Так, здесь вот так вот, да? 12 вольт. И 20 на 24. Я надеюсь, в общем, все правильно делаю. Так, ничего я не забыл. Все у нас зафиксировано. Ну, вроде при беглом взгляде все в порядке, друзья. Так, хорошо, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас есть еще. У нас есть дисковод. У нас есть кулеры для охлаждения. Давайте их установим вот сюда вот, например. Так, видимо, мне нужно опять режим поменять. Так, да. Давайте один сюда поставим. Впереди я не могу нигде поставить. Что-то не похоже. Может, да, вот наверх можно установить. Два кулера. Так, замечательно. Еще вниз можно установить. Но, похоже, они у меня закончились. Так, далее у нас есть жесткие диски. Осталось видяха. Даже две видяхи, кстати, осталось. Можно было, кстати, две видяхи установить. Две 680-ых. Было бы очень даже неплохо. Ну, ладно, раз мы уже Radeon поставили, пусть стоит. Так, дальше у нас задняя панелька. Паста осталась. Передняя панелька. Ну, давайте жесткий диск устанавливать. Можем установить все жесткие диски. Но, наверное, давайте два жестких вполне хватит. Так, и теперь их тоже нужно запитать. Так, кабель. Запитываем. Раз, два. Ну, и все, да? Больше я с ним ничего не могу сделать. А подключить к компьютеру? Я же их только запитал. Что-то странное. Я могу только запитать, а к материнке подключить, похоже, не могу. По крайней мере, я не знаю, как это сделать. Так, ладно, хорошо. Давайте развернем обратно наш компьютер. И посмотрим, что мы еще не установили. Ну, можно дисковод установить. Почему бы и нет? Но он что-то устанавливаться не хочет. Давайте вот так вот развернем. Передом. Почему? Почему DVD-привод не могу установить даже? В чем проблема? Так, ну-ка еще раз. Выбираем. DVD-RV. Может, нужен какой-то спецракурс? Понятия не имею, друзья. Возможно, все-таки недоработанная игра, либо я как-то дико туплю. А, вот, каким-то чудом я нашел все-таки нужный пиксель. И мы установили с вами привод с размытыми значками. Так, и у нас также есть заглушки. Где-то были, да, вот заглушки. Можем вот так их установить. Так, и теперь нужно также запитать наш привод. Вот таким вот образом. И... Что? Ошибка какая-то. И подключить, опять же, я его не могу, только запитать. Но на этот раз есть какая-то ошибка. Какое-то у нас консольное меню появилось для разработчиков. Так, ну, ладно, закроем его. Ну, окей, не будем тогда подключать ни жестких дисков, ни приводов никаких. Так, что у нас еще осталось, друзья? Давайте посмотрим. Ну, две панельки и еще одна заглушка. Два жестких диска, термопаста, две видяхи и также два DVD-привода. Ну, в принципе, я так полагаю, наш компьютер готов, раз уж больше я ничего установить не могу. Давайте внимательно изучим магазин еще, на всякий случай. Так, и здесь у нас материнка. Ну, все то же самое, да, вроде как все то же самое. Можем купить, например, еще один кулер и поставить его вниз. Сейчас у нас 2000 баксов, можем накупить себе всякого барахла. Ну, да, здесь больше ничего такого нет. Ну-ка, давайте посмотрим, вниз он встанет вообще. Так, где он? Вот он. Да, смотрите, можем прямо в провода его сюда засунуть, замечательно. Как раз провод будет мешать винтам вращаться и будет все, в общем, плачевно. Так, ну ладно, так мы и оставим, друзья. Ну, все, в принципе, можно закрывать крышки. Давайте так и сделаем, пожалуй. Так, первая крышечка. Разворачиваем. И вторая. Наш компьютер готов, друзья. Давайте пробовать запускать. Минут пять пытался я пронять, как его включить. Я думал, ну, все делается просто. Нажать на кнопочку вот здесь вот наверху. Если это вообще кнопочка, хер его знает. Но нет, оказалось, надо нажать клавишу F8, друзья. И вот таким вот образом мы запускаем наш компьютер. По крайней мере, кулер вращается, он работает. Какой-то бесшумный у нас компьютер получился. Давайте снимем крышку. Так, возьмем крышечку, снимем. Да, вообще никаких звуков. Все бесшумно работает. Ну, естественно, насколько рабочий наш компьютер получился, мы проверить не можем, к сожалению, в данной версии. Так как это, по сути, только туториал. Никак мы монитор подсоединить не можем и проверить качество нашей работы. Но, по сути, в этом и смысла-то нет, так как у нас даже жесткий диск не подключен ни один. Так что мы можем только наслаждаться вращением этих замечательных кулеров. Ну, хотя бы ничего не сгорело, смотрите. Так что на этом, я думаю, можно закончить. Ссылку на игру я оставлю в описании. Можно ее абсолютно бесплатно скачать. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.